Межведомственное антинаркотическое профилактическое мероприятие «Подросток-2018» проходит в детском здоровительно-образовательном лагере «Юнармеец». Это второй этап, который называется «Игла». Его цель – проведение профилактической разъяснительной работы среди несовершеннолетних, направленной на поддержание здорового образа жизни, недопустимости употребления табачной, спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ. Чтобы побеседовать на эти темы, в лагерь приехали представители нескольких ведомств, отделов по делам несовершеннолетних, администрации Щелковского района и межмуниципального управления МВД России «Щелковская», а также специалисты Щелковского наркологического диспансера и молодежного клуба «Ровесник». Разговор шел не только об употреблении обычной табачной продукции, но и о ставших в последнее время распространенными, в том числе и в молодежной среде электронных сигаретах. У меня есть знакомый врач-паталгоанатом, который хорошо говорит, что за последние 6 лет с появлением вейпов, с появлением электронных сигарет, он наблюдает так называемые термопляшки в лёгочной ткани. Совершенно вам осознанно говорю, что для того, чтобы составить протокол о административном правонарушении по данной статье за распитие спиртных напитков в общественных местах, не требуется считать ваши глотки. То есть открытая бутылка, в общественном месте, в местах запрещенных законах вы находитесь, соответственно, всё, вы правонарушитель. На мероприятии ребятам показали фильм об изощрённых способах обмана покупателей со стороны фирм, производящих табачную продукцию. Ими придумано немало способов, как получить дополнительную прибыль от использования всевозможных вредных веществ, приводящих к большему привыканию к курению. Так как профилактическую беседу проводили для детей, использовались и игровые моменты. Сигареты, алкоголь. Вы зависимы, вы в реанерте. Подчиняетесь от денег, да? Ну, мы заработаем деньги. Где-то же нужно взять сигареты, на что-то купить. Возьмите 100 рублей и подождите. Зачем? Действительно, зачем? Когда вы покупаете пачку сигарет, она примерно стоит 100 рублей. Да. Это то же самое, чтобы просто взять и жать. Зачем? Для того, чтобы установить более доверительные отношения с детьми, от клуба «Ровесник» в профилактической акции принимали участие и волонтеры-школьники. Когда приезжаем, например, вот как вот сегодня мы приехали в лагерь, мы детям, которые помладше, мы им объяснили то, что начинать не надо курить, пить алкоголь, употреблять наркотики. И поиграли с ними в интеллектуальные игры. На профилактической акции ребятам рассказали, что подавляющее число преступлений совершают наркозависимые люди. И такие мероприятия, как профилактическая акция «Игла» – это еще одна попытка донести до детей мысль о недопустимости употреблять табак, спиртное и тем более наркотики. Я занимаюсь спортом уже 7 лет, и я вообще не люблю курить, ничего такого, не хочу этого делать. То есть мне, я всегда друзьям объясняю то, что зачем, там электронные сигареты, все ни о чем, то есть зачем. Сегодня к детям приехали не родители, а приехали представители различных организаций. Это психологическое правило тогда, когда дети больше слушают посторонних, чем своих родных и близких. И вот этот прием вот именно здесь и использован. Андрей Цеханович, Александр Роджевский, телерадиокомпания «Щелково».